Всем привет! Это Welcome to Jamrock и Куркума. Вы смотрите новости и майки в сегодняшнем выпуске. Пикней много не бывает. Поговорим о семейных ценностях в Данцхоле. У кого из артистов больше всего детей? Слишком громкое заявление. Какой трек назвали лучшим со времен 2005 года и кто с этим не согласен? Баунти Кила уже 13 лет не может получить американскую визу. В чем причина? Данцхол-артист осужден за ган-трек. Как накажут за пропаганду оружия в клипе? Напоминаю, что вы можете поблагодарить нас за работу и помочь каналу, сделав репост этого видео. Или отправив нам небольшой донат. Делать новости и майки, конечно, очень интересно, но совсем непросто. Поэтому не стесняйтесь помочь каналу. Это то, что будет кстати. Сегодняшний выпуск абсолютно дансхольный. Честно, я не нарочно. Просто так получилось. И началось все, конечно, со Скенга. Скандально известный дансхол-артист ждет второго ребенка. 22-летний исполнитель объявил об этом радостном событии, опубликовав в Инстаграм несколько семейных снимков. На фотографиях Скэнг его подруга Ася Миллер и их первенец КВОН Дуглас-младший, которому сейчас 9 месяцев. Девушка с удовольствием показывает, что снова находится в положении, позируя для фото в различных нарядах. Новость, конечно же, потрясла фанатов Скэнга, и они поспешили отправиться в раздел комментариев с многочисленными поздравлениями и респектами в адрес Ратти. Ну а я, пользуясь случаем, отмечу, что это достижение артиста вполне вписывается в классическую модель поведения «Дансхол-звезд». Какой возраст ты? Сейчас, в моем возрасте, мистер, молодой и красивый. Я 37 лет, я возраю до 24 года этого месяца. Сколько детей у тебя? 23. 22, мать. Это интервью с Нинджаманом записано после знаменитого «Стинга-2002». Исполнителю тогда было 37 лет, и он уже стал отцом 23 детей от 22 разных женщин. Спустя годы Нинджаман успел выпустить несколько хитов, получить пожизненный срок за убийство и стать отцом еще 10 раз. Айли Фантман рассказывал журналистам, что у него 20 детей, которые смотрят на него, как на образец для подражания. Артист считает, что в большом количестве детей нет ничего плохого, лишь бы родители могли о них позаботиться. Еще один пример – Бенеман. Согласно нашим источникам, у него 12 детей. Но вот с заботой вроде бы есть проблемы. Ходят слухи, что артист далеко не самый образцовый папа в мире и не уделяет своим многочисленным отпрыскам достаточно денег и времени. Подобные обвинения в адрес исполнителя недавно звучали от его бывших – Карлин Смит и Дэнджел. У обеих есть дети от Бенемана. Ранее его также упрекала и старшая дочь Дэша. Артист тогда, нужно заметить, начал чаще появляться с ней на публике и перед прессой. Следующую строчку в рейтинге многодетных данс-хол отцов делят Баунти Кила, Вайпс Картель и Томми Лиспарта. У каждого из них по 7 наследников. Томми, кстати, недавно даже провел специальный семейный праздник. Артист собрал всех своих детей и их многочисленных матерей в одном зале и, судя по размещенным в соцсетях фото, отлично провел с ними время. Сколько сыновей и дочерей будет в итоге у Скэнга, мы пока можем только предполагать. Но артист уже взял весьма хороший старт. Поздравляем, Ратти! Еще один молодой данс-хол артист, который сейчас активно привлекает к себе внимание, Байрон Мессия. Ему 23, родился на Ямайке, но всю жизнь прожил на другом Карибском острове. Сент-Китс. Байрон выложил первое видео на Ютуб всего два года назад. Сейчас его клипы собирают миллионы просмотров, а треки покоряют музыкальные чарты в США, Канаде и Великобритании. Особенно много шума наделал Бадман хит «Талибанс», выпущенный в январе. Байрон решил выдавить из него все и еще два раза перепел. Сначала с Бернобоем, а потом с Крисом Брауном. А на днях артист заявил, что «Талибанс» это самый большой трек аж с 2005 года, то есть почти за 20 лет. Само собой, многих любителей ямайской музыки это утверждение, мягко говоря, обескуражило. Известный продюсер «Нот Найс» заявил, что «Талибанс» это вообще не данс-холл. Собственно, и сам Байрон раньше говорил, что по музыке это больше афробит. Также ямайцы бросились вспоминать мега-хиты последних лет. В список, конечно, попали треки «Картеля», «Спайс», «Кофи» и танцевальный бэнгер Чарли Блэка «Пати Анимал». У него более 300 миллионов просмотров на Ютубе. Некоторые ветераны данс-хола заступились за Байрона. Например, мистер Вегас. Он посоветовал хейтерам артиста идти к черту. И сообщил, что «Успех Талибанс» может помочь другим ямайским музыкантам выйти на международный рынок. Тем временем, Байрону теперь предстоит повторить «Успех Талибанс». Иначе он рискует так и остаться автором одного хита. Совсем недавно артист выпустил новый трек «Mud Dogs» и анонсировал следующий альбом «Set and Famous». Посмотрим, что из этого получится. А вы пока напишите в комментариях, как вам песни Байрона Мессии. И что вообще думаете о новом поколении данс-холл-артистов. Кстати, о ветеранах данс-холл-сцены. Баунти Килла рассказал, что уже 13 лет не может получить американскую визу. Артист назвал эту ситуацию разрушительной для своей музыкальной карьеры и семьи. Да я даже не знаю, как выживаю. Большинство моих поклонников находится в США. Именно там самый большой музыкальный рынок. Но я не могу продвигать нам свои песни или даже увидеться с местными фанатами. Да я не могу даже видеть свою семью. У меня есть несколько детей в США. Конечно, все это действует на меня опустошающе. Размышляя о причинах многолетнего отказа во въезде в Штаты, Баунти вспомнил о своей связи с легендарным ямайским криминальным авторитетом Кристофером Дудусом Коуком, бывшим доном Тиволи Гарденс, о котором мы уже рассказывали в своих материалах. Его арестовали по обвинению в торговле наркотиками и экстрадировали в США в 2010 году. Операция по его задержанию спровоцировала массовые столкновения жителей Вест-Кингстона с полицией. Сейчас Дудус отбывает 23-летний срок в американской тюрьме. В прошлом году Баунти поздравил с днем рождения этого известного преступника, выложив соответствующий пост в Инстаграм. И артист признает, что в теории это, конечно, могло повлиять на решение визового центра, но менять свое поведение из-за этого не намерят. Он заявил, что если все считают их с Дудусом друзьями, то так тому и быть. Баунти не будет никому доказывать обратное и, цитата, притворяться кем-то другим. Также Баунти предположил, что еще одна причина может крыться в незначительном обвинении в употреблении марихуаны, с которым он столкнулся в США. Но тут же пояснил, что эта ситуация произошла очень давно и была настолько несерьезной, что он даже не ходил в суд. Просто оплатил небольшой штраф и все. Одним словом, артист не понимает, почему его не хотят пускать в Штаты и склоняется к тому, что у США есть некий заговор против известных ямайских исполнителей. В качестве примера он привел Папкаана, который решает свои визовые проблемы еще с 2017 года, и Бенемана, который хоть и не признается публично в том, что не может получить американскую визу, но тем не менее не выступал там с 2015 года. Однако Баунти забыл рассмотреть еще одну причину, по которой ямайских исполнителей могут не пускать в другие страны – тексты песен. На это, кстати, указывала министр культуры Ямайки Оливия Грэндж. Во время музыкальной конференции «Айланд» в Кингстоне. Она пояснила, что на принятие решения касательно выдачи визы могут повлиять многие факторы, например, гомофобные тексты некоторых артистов. Не секрет, что эта тема весьма популярна в донсхоле, и раньше многие известные исполнители не стеснялись в выражениях, высказывая свою позицию по этому поводу. Еще в далеких 2000-х песни Беннимана, Элефантмана, Буджу Бантана и, собственно, Баунти Киллы стали центром компании Stop Möda Music. Из-за этого их тогда бойкотировали по всему миру. В итоге некоторые артисты пересмотрели свою позицию. Тот же Бенниман даже приносил публичные извинения. В том, что гомофобные тексты могут повлиять на решение о выдаче визы в США, уверен и знаменитый Шегги, у которого, кстати, нет проблем с поездками в Штаты. Он посоветовал своим соотечественникам петь все, что они пожелают, только в том случае, если возможность поездки в Америку им неинтересна. Еще одна опасная тема в творчестве ямайских донсхол-исполнителей – оружие и пропаганда насилия. Современные клипы изобилуют пушками самого разного размера и калибра и регулярно демонстрируют зрителю акты мошенничества, ограбления или убийства. Разговоры о том, что это не есть хорошо, ведутся на Ямайке уже давно, и правительство, естественно, пытается предпринимать какие-то действия. Хвалят тех, кто создает позитивную музыку, ругают тех, кто пишет гантреки и даже пытаются вводить различные запреты. Например, с прошлого года в ямайском радиоэфире нельзя ставить треки, которые пропагандируют насилие, употребление наркотиков и любую незаконную деятельность. Сейчас власти пошли еще дальше. 21 сентября в окружном суде Кингстона и Сент-Эндрю состоялось слушание по делу Дэймона Кларка, также известного подпорческим псевдонимом Nine Leaf. Его обвиняли в использовании аудиовизуальных средств коммуникации для пропаганды преступной деятельности, а если проще, в том, что снял клип с пистолетами. Речь об официальном видео к его синглу «Сримо Даппи», в котором Кларк раздает пистолеты мужчинам из своего окружения. Судья похвалила полицейских за задержание Кларка и призвала усилить аресты артистов, которые пропагандируют насилие в своей музыке. Nine Leaf признал вину и был приговорен к 120 часам общественных работ. Пока непонятно, каких именно, но уже известно, что отбывать наказание он будет в Дэном Тауне. На этом у меня все. С вами была Куркума и новости Ямайки. Увидимся через неделю.